Дистанционное зондирование Земли Поверхность Земли — это место, где мы эволюционируем от гоминидов, живем в больших сообществах и учимся изменять ее в соответствии с нашими собственными целями. Поэтому очень важно понимать прошлое и настоящее изменение поверхности Земли и их влияние, чтобы планировать наше будущее. Спутниковые датчики обеспечивают непрерывный и легкий доступ к данным дистанционного зондирования по суше, предоставляя полезную информацию в местном и глобальном масштабе. Глобальные изменения показывают необходимость мониторинга Земли как единого целого. Наблюдения с помощью дистанционного зондирования помогают нам понять, как наши наземные системы способствуют глобальным изменениям и реагируют на них. Даже для отдаленных районов, которым трудно получить доступ любым другим способом. Оптическая фотосъемка Оптические датчики используют отраженный солнечный свет для определения характеристик поверхности почвы и растительности. Эти датчики не только усиливают возможности человеческого зрения, но могут проводить измерения и в других диапазонах, например, в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах. Они также могут измерять поляризованный свет. Измеряя различные основные свойства почвы и растительности, мы можем улучшить наше сельское и лесное хозяйство, найти полезные ископаемые, проанализировать изменения в городских и промышленных районах, изучить наводнения и засухи. Спектрозональная съемка Основана на наблюдениях за объектом или изучаемой поверхностью на выделенных частотах электромагнитного спектра, например, фильтруя красный, синий и зеленый цвет поверхности. Для визуализации изображения, полученного в конкретной спектральной полосе, оно обычно отображается в черно-белой шкале. Если одновременно наложить друг на друга изображение в этих трех полосах, то получится составное цветное изображение. Если использовать данные из других частотных диапазонов спектра, то можно получать изображение другого типа, то, что называется изображениями в ложном цвете. Интерпретация этих различных изображений может помочь нам различать виды почвы, растительности и растений, городские особенности, снег, покрытые облаками участки, лесные пожары, минералы и так далее. Радиолокационное рассеяние и полириметрия. При радиолокационной съемке с синтезированной апертурой обратное рассеяние или возвращенный сигнал от конкретной области или объекта представляет собой когерентную сумму многих отдельных сигналов рассеяния. Это не соответствует действительности, что лес не позволяет нам видеть деревья, потому что, например, при картировании и мониторинге леса мы можем видеть отдельные деревья и даже их разные части, извлекая значимую информацию о растительности и свойствах почвы из фазы и изменения поляризации, вызванной рассеянием. Микроволновая радиометрия. Микроволновые радиометры используют естественное электромагнитное излучение, излучаемое объектами при температуре выше 0 кельвин. В диапазоне частот от 1 до 200 ГГц. На суше излучение чувствительно к биомассе растительности, температуре поверхности, дождю над землей, снегу, а также влажность почвы, которая является ключевой переменной среды, необходимой для описания обмена воды и энергии на границе разделов поверхности земли, атмосферы. Датчики дистанционного зондирования устанавливаются не только на спутниках, но также на земле и на летательных аппаратах, таких как воздушные шары, вертолеты и самолеты. Именно так, например, получают точные трехмерные карты наших городов. Субтитры создавал DimaTorzok